Задолго до начала парада на центральной площади выстроились военные подразделения. Напротив, на трибуне для почетных гостей ветераны войны и труда, труженики тыла, многочисленные приглашенные. Примечательно то, что многие ветераны пришли со своими внуками и правнуками, а значит и отношения казахстанской армии будут воспитываться на многолетних боевых традициях, заложенных в героическое время. Нынешний военный парад вызвал большой интерес горожан, ведь в отличие от других городов по площади пройдет и военная техника. И вот долгожданное начало. Короткий рапорт и командующий парадом объезжают подразделения. В строю представители летчиков и ветераны-афганцы, суворовцы и сотрудники полиции, пехотинцы и спецназ, солдаты войсковой части 6506 Министерства внутренних дел и курсанты военных кафедр Южно-Казахстанских университетов. Плечом к плечу с военными мужчинами стоят и военнослужащие женщины. На этих хрупких плечах зачастую лежит огромная ответственность. С одной из представителей с прекрасного пола удалось поговорить вне строя. Я слежу за самолетами, которые летают по Казахстану. То есть я отслеживаю их путь по всему нашему Казахстану. Бывают какие-то моменты, когда, например, борт начинает подавать сигнал бедствия, что у него какая-то разгерматизация или еще что-то. Мы, конечно, делаем все, чтобы посадить этот самолет, чтобы пассажиры не пострадали. Конечно. И психологическая подготовка к службе у женщин особенная. Потому что, когда заступаем, каждый из нас, наверное, молится в душе, чтобы ничего не произошло, чтобы всегда было мирное небо над головой, чтобы никаких нюансов, проблем у нас не было. А командующий завершает объезд подразделений, поздравляя военнослужащих. И, конечно же, звучат поздравления всем казахстанцам от имени руководства области и воинских частей Шемкенского гарнизона. Сегодня наша страна символизирует экономический рост, политическая стабильность, гражданский мир и международная согласия. Открывают парад самые юные участники, курсанты Республиканской Суворовской школы. В строю подчеркивая преемственность поколений, ветераны, воины и интернационалисты. Торжественным маршем проходят связисты. Их отличает особая привлекательность. По площади проходят сотрудники дорожной полиции. Они, в отличие от тех, кто работает на дорогах, непривычно грациозны. И вот на площадь выходит военная техника. БТР и зенитные пулеметы. Легкая техника уступает место 122-мм орудиям и гаубицам, способным поражать цель на полтора десятка километров. Следом реактивные минометы, потомки легендарных «Катюш». Военный парад завершили машиной технического обеспечения и прохождение маршем военного оркестра одного из лучших в республике. Военным парадом шемкенцы были довольны и молодежь, и, конечно, в первую очередь ветераны. Очень красиво, торжественно было. Показалась мощь к нашему государству. Александр Михайлович – бывший артиллерист. Служил на Первом украинском фронте с 1944 по 1945 год. Брал Берлин. И ему есть чем сравнить нынешнее вооружение. Пушки очень хорошие. Конечно, намного современнее они. Так что уже мощь и уже надежда есть, что защитят они свою родину. Военный парад показал способность нашей армии отразить любую агрессию. Но главное – это люди, стоящие на страже спокойной и мирной жизни нашего государства. Сергей Павленко, Николай Иванов, Толгат Примкулов, информационная служба телекомпании ОТРАР.